Всем привет. Рад видеть вас молодой человек. Вижу вам уже значительно лучше. Поехали. Значит, ну, начинаю я очередное свое прохождение, да, сильно отличаться оно не будет от того, что вы уже видели раньше, вот, поэтому, как бы, многие моменты мы уже осветили раньше. Поэтому мы не будем касаться каких-то моментов. Будем именно проверять играбельность текущей сборки. Именно будем акцентировать наше прохождение с учетом действующего баланса, с учетом отсутствия привычных нам предметов, с учетом новых возможностей монстров, появились у монстров, так сказать, в арсенале новые примочки. Поэтому, ну, быстренько так пробежимся. Конечно, вот первые серии уже несколько раз я выкладывал, поэтому, ну, кому будет неинтересно, да, ну, посмотрите там... Ну, здорово! Пропустите пару серий. Уверяю, ничего там какого-то сверхинтересного. Ну, проветрившись, заходи! Вы не упустите, вот, но это, как бы, чтобы вы понимали, это часть именно вот такой тестерской работы. Проверять некоторые эпизоды там по многу-многу раз, поэтому для меня это дело уже привычное. Ну, а вам, вам, хозяин-барин, решайте сами, будете вы вот это вот смотреть или нет. То есть, каждый сам для себя, пускай, определится. Опять мы проснулись в этом дивном месте, да, вот, опять у нас ни шиша в кармане, опять голод, опять холод. Вот, вот, ну, по ящикам совсем голяк, я смотрю. Вот. Но, скажу я так, что появляются они в довольно привычных местах. Многие из этих мест уже и оскомину успели набить, поэтому... Будем просто-напросто иногда заглядывать, посматривать, не появилось ли чего. Так. Ну, ползи. Ничегошеньки нету. Ничегошеньки нету. Ничегошеньки нету. Как же это знакомо, да. Вот. Кроме всего прочего, вот эти ящики, да, ну, скажем так. С каждой перезагрузкой содержимое ящиков может меняться, поэтому можно так немножко жульничать. Конечно, сильно губу раскатывать не стоит, то есть каких-то там существенных плюшек не получите. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. Пойдем сбегаем в распадок. Посмотрим, как там дела обстоят. Он уже свинка виднеется. Скоро она пойдет на взлет. Вообще, конечно, вот почему так внезапно прервал я серии и почему начал сначала. Дело в том, что был глюк такой довольно существенный, на мой взгляд. Да что ж такое. Вот. Пропадали предметы. Пропадали патроны, химия, там еще что-то. Ну, очень сложно было как-то играть, учитывая вот этот момент. По ящикам совсем галяка. Где медуза? Вот она. Ну-у. Ну-у-у. 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 Тихо, тихо, тихо. Вот так вот по ощущениям предварительным, ну, не могу быть уверенным наверняка, но вроде как вот медуза стала менее токсична. Возможно, это все самообмана, и все дело в том, что нет у нас пока датчика Гейгера, да? А нет, показывается. Что нужно, Сталкер? Есть. Все, погнали за контейнером. Удачной охоты, Сталкер. Погнали за контейнером. Нам бы каких-нибудь артефактов, конечно же, найти. Это было бы вообще очень даже здорово. Потому что... Потому что, ну, совсем, совсем... С голым задом. Вот, немножко еды бы разжиться. Было бы неплохо. Такая попытка происхождения заходя от участия... ...будет присекаться с цельми... ...выходами. По твоей миру, буду отстрелять без предупреждения. где-то тут вот видел я охотник пошел отлично распугает сейчас зверушек может быть удастся нам жмура обыскать да перекусить бы не мешало но консерву хочу я сберечь хочу сберечь посмотрим что из этого получится где-то тут он в кустах бегает этот охотник бегает все бегом 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 за хлебом перекусим тогда уже можно будет и дальше дергать просто не хочу я вот консерву тратить совершенно давай давай родной елки зеленые тут еще и тушкан давай порядок не везет пока на лут но да ладно спички хорошо спички хорошо сильно мой первый день торопиться не будем не будем вообще связываться с сидором именно на предмет шустрого спасения дело в том что поменял косяк расклад то есть если начали разговоры про шустрого то все уже не отвертитесь уже как бы включается таймер и идет время на спасение то есть если долго мешкать можно шустрого и проворонить то есть бандиты его там накажут нам это ни к чему поэтому скорее всего смотреть что по еде будет получаться но скорее всего скорее всего будем стараться таким образом планировать наши действия чтобы уже на следующий день пойти в кишку первого дня просто напросто поизучаем окрестности пошмонаем ящики еще там ящик один будем проверять чего тут и как глухо отлично отлично хотя это не те патроны которые нам нужны чуть позже заберем канистру пока трогать не будем ящики 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 по一點 до 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Не везет пока на арты. Ничего я не видел подходящего. И даже если бы, допустим, та же медуза попалась, вряд ли я бы стал ее поднимать. А какую-нибудь кровь камня можно было бы, конечно. А я бы порадовался. Но... Пока любуемся картиной полного безрыбья. Еще этот контейнер проклятый, тяжелый. Падла. 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 Так, тут тоже по ящикам Совсем голяк Кабан, что ты тут забыл, друг? Как-то ящики, интересно, тут легли, ну да ладно Ну ладно Уносим отсюда ноги Неохота Тут иногда собаки прибегают Бодаться с ними я не хочу Кто-то попался Собачка, наверное, попалась В ловушку, в аномалию Так, и тут Совсем ничегошеньки-то и нету Ладно 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 Так Как бы тут пойти, чтобы ни на кого не нарваться Наверное По дуге пойдем Не хочу я даже против тушканов Бороться Потому что У нас Перегруз И Мы просто-напросто Не сможем убежать На артефакты, конечно же, тоже не поперло Никаких 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 Нигде Ай-яй-яй Так Немножко Беги давай Беги Беги Но Беги Беги Бог Ау-яй Оф Получιе В Беги Ладно От дышись Вообще по слухам, если ходить с перегрузом и если постоянно на пределе возможности, то есть постоянно он там дышал, выдыхался, вроде как влияет это и на голод, то есть он сильнее становится, поэтому ходить с перегрузом я не рекомендую. Ну в любом случае это плохо, потому что это как ни крути, сказывается на маневренности, поэтому лучше всего конечно же налегке, другое дело, что не всегда так получается, ну вот, ну ладно, вот консерва у нас еще есть, то есть в принципе если там припрет мы перекусим, конечно плохо, видим сами, да, что по ящикам, тут если они попадаются, то как правило пустые, вот это печально, это печально, но это очень именно на моменте старта, да, игры критично, а потом уже когда какими-то там денежками, да, обзаведемся, найдем каких-то артефактов, то есть сможем доставать себе провизию, разживемся снарягой более-менее хорошей, может быть контейнер для артефактов найдем, это все уже будет для нас некритично. То есть тут именно такой выживариум, именно первые, ну несколько дней игры, когда все на вес золота, в частности химия, еда, боеприпасы, вот, ничего этого у нас нет, какой-то рваный костюм, который, ну практически не позволяет переносить тяжести, все это, конечно же, сказывается, да, на сложности. Видим собак гоняют кабаны, нами они не интересуются, вроде как, но все равно немножко пришпорим. Потому что мало ли, заинтересуются нами, и как бы уже тогда и поздно не было. Так, что там блестит? Ничего. Вот этот вот звук, да, ну, когда дышит наш герой. Практически 70% времени вот так и происходит. То есть постоянно мы с перегрузом... Хабар принёс? Ой. Так, ну что ж, взяли антирад, пистолет, патроны, спасибо. Что у тебя там есть? Ну, у меня же совсем ничего для тебя нету, дружок. Ай, только слюну пустить, да? Нафига ты эту дрянь тягаешь? Ну, проветривш ты, заходи. С этим разобрались. Пойдём сохранимся и уже двинем колку. Ну, попробуем там дальше за нас и б сходить. Так, эту вещь мы выложим. Она нам без нужды. Всё, сохраняемся. Так, пойдём к полку, возьмём очередное задание. Ну, надо ж было так ладонь рассадить. На завтра наверняка разболится. Вот, прежде чем идти, вот хочу обратить внимание на такой момент. Зарядили мы подсумок, да, 20 патронов. Вот, и возьмём старичка, которого нашли на АТП. Видим его состояние. На грудь его повесим. Так. Козырно. Вот. И если его зарядить, видим, что он не заряжен. Вот. Обойма у него рассчитана, исходя из его состояния, на 5, на 4 патрона. Ну, видим, что сожрал он всех 8 патронов. То есть, это, конечно же, глюк. Вот. Но надо сказать, что критичен этот глюк только на начальных парах, когда у нас каждый патрон на счету. А позже мы разживёмся нормальными стволами. И это уже, ну, скажем так, не будет играть такой решающей роли. Вот. Кроме того, повесим, наверное, ещё вот этот пистолетик. Вот. И... И... Что? И на пояс повесим энергетик. То есть, вот так это можно делать. Позже расскажу, зачем нам понадобится энергетик. Видим, что вот начался дождь в зоне. И можно наблюдать воочию всем известный глюк. Когда идёт дождь, то в одном, то в другом мухе закладывает. То есть, ну, звук дождя слышен попеременно, да, в разных наушниках, да. То в одном мухе, то в другом. Ну, я не могу сказать, что лично для меня это там очень критично. И слух мне не режет. Вот. Но для кого-то, для кого это, ну, скажем так, режет слух, кому придётся не сладко. Особенно на северных локациях, где ливень идёт безумолку. Ну, конечно, крепитесь. Крепитесь. Вот. То есть, пока от этого глюка мы никак не ушли. И вряд ли удастся это исправить. Вот. Вот. Как-то так. Так. Тем временем худо-бедно двигаемся мы в сторону насыпи, да. Вот. Буду стараться я обходить зверей. Дело в том, что давненько я не брал шашку в руки. Вот. Стрелять немножко разучился. Вот. Поэтому я стараюсь вообще не стрелять. Стараюсь обходить зверей. Пока вроде удаётся. О, как дальше будет. Не знаю. Так. Не нарваться бы на этих тушканов окаянных. Так. Нормально. О-хо-хо. Вроде пронесло. Много, конечно, собак. И очень неохота мне с ними, учитывая мою экипировку, иметь дело. Так, и тут еще аномалия. Класс. Будем надеяться, что пропустит нас. Да, вроде нормально. Берем пистолет, берем документы. И подождем, когда очередной раз пройдет электро. Значит, вот почему мы вешали на пояс энергетик. Все дело в том, что время восстановления от удара артефактом увеличено. И поэтому восстановиться быстро не получится. Понадобится нам энергетик. Конечно, вы можете попытаться там и без энергетиков выпрыгнуть из этого колодца. Но с высокой вероятностью вы здесь и останетесь. Поэтому кушаем энергетик и выходим отсюда. То есть такая перестраховка. Проверяем. Да, взяли артефакт. Все нормально. Пойдем. Дальше. Не понял. Что так? Да, все в порядок. Посмотрим по сторонам. Ну и где вы? Гаденыш. То есть, ну тут понятно, что главное не торопиться. Если заняли уже удобную позицию. Смотрите. Так, кто там? Плоти бегают. Ладно, пойдем. Плоти бегают. Так, одну вижу, а где вторая? Вторую не вижу, ну это и хорошо, одна нас атаковать не будет. Всё, пойдём отсюда. Субтитры добавил DimaTorzok Из-за травы зверей плохо видно, можно вляпаться конечно. Вот. Словили какое-то направление и вот дождь то в одном ухе, то в другом конечно это напрягает. Вопрос лишь в том, кого-то больше, кого-то меньше. Так, вон уже и доктор. Хоть бы какую консерву дал или из того же бандита, которого мы обшмонали. Блин, ну что же не все пустые-то такие, а? Совсем зона нам не рада. Ещё один нахлебничек, да, получается. О, хорошо. Костёр это хорошо. Так. 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 слепыши. 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 Нехорошо они сидят. Ну да ладно. Не люблю вот эти доски ломать. Какой-то такой же звук вот по ушам долбит. Так. Разжились колбасой. Ну и наверное сохранимся пойдём. Так. Так, продолжим наше увлекательное путешествие. Ну вот так вот оценив ситуацию, помним мы, что плоти вдоль свинофирмы рассекали, поэтому с высокой долей вероятности идти туда не стоит. Попробуем что-нибудь еще выжить из прилегающих территорий и уже будем возвращаться в деревню. Благо, вот видим мы, есть здесь тарзанка, может быть она нас куда надо переправит. Конечно, долбанет нам по глазам, долбанет это даже не вопрос. Вот, но будем надеяться на лучшее. Вот, охота мне забрать еще один артефакт, то есть трупы, которые привычно шмонал я. Решил я, что не настолько содержимое для меня важно, чтобы бодаться с плотями там и со слепышами и со всеми остальными. Уж больно много здесь зверей. Аж до неприличия много. Вот этого, может быть, глянем. Да, пустой оказался. То есть, вот ради таких вот вещей делать вылазки, скажем так, это просто нерационально. Такс, что мы тут видим? Что мы тут видим? Да ничего мы тут не видим. Видим, вот слепыши там шарахаются. Вот. Но мы их обошли. Обошли. Вот того вот парня проверим на предмет полезностей. Заглянем, может быть, к Деодору. И все. Больше на кордоне делать пока нечего. Поэтому, наверное, будем мы возвращаться в деревню новичков. Ну, привет. Ух ты. Сколько в тебе тут всего. Бегут. Фаршивцы. Убегаем. Ты смотри. Ты смотри. Ты смотри. Как они лихо. Да? Чуть успели. Нести ноги. И вот тоже так вот обратил я внимание на то, что мало, мало артефактов. То есть, практически весь кордон мы исследовали. Артефактов не нашли. Не нашли. Ну, может быть, повезет. Повезет нам на ящики. Хотя... С нашим везением, да? Да. Ничего. Пусто. Совершенно. Так, время кушать колбасу. Вот это у нас. И тут ящика нет. Ты смотри. Ну, проверим. Может быть, с ПДА нам повезет. Яша. А, все-таки накоплю я на свой домик. Чтобы у речки. И чтобы лес рядом. И радиации тебе не твари. И сволочей разных. А. 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 Так, ну, все понятно. Не повезло. Ладно, сохраняемся. Так. Ну, для приличия. Поздоровкаемся. И двинем в сторону деревни. По пути постараемся. Постараемся добыть бенгальский огонь, который мы видели возле грузовика. Мы помним о том, что это довольно тоже нетривиальная задача. Поэтому. 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 Сделаем вот так. Ну, и, конечно же, слепыши, которых там размазано под каждым кустом. Очень большая, я смотрю. Очень большая, я смотрю, плотность. Вот, зверей на квадратный метр взять ту же свиноферму. Ну, вот, краем глаза, да, когда мы бежали. Вот, насыпи. Видел я, что там штуки 4 дек точно. Плоти. Так, а что у нас тут? Слепыши, да? Может их вообще спровоцировать? Сколько же вас? Ядрит, адрит. Три, три, штук семь, не меньше. И убежали. Ладно. Может это и неплохо. Три, 이야기를 пробhdали? Три, прощи. Три, прощи. Три, прощи. Оetical! Она понеслась. Достали арт. Пожертвовали антирадом и аптечка конечно же тоже придется жертвовать. Тут без вариантов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 зоне всяко тут вообще трудно что-то гарантировать да вот когда все меняется постоянно старче костер что ли развел ладно сохранимся здесь сохранились но и проверим еще одну пистину на свиноферму я точно не полезу я так решил что там не делать нечего сюда вот к этому жмурику который в деревьях там лежит его навести что полезное с него срежем хотя скорее всего это будет какой-нибудь лохматый куртец может быть каких денег может и вообще ничего посмотрим так давайте все сюда и и так и и и и и и и Смотри, и плоть подтянулась. Красота. Отлично. Смотри. 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 так ну лишь укрепился я во мнении что не стоит есть свиноферму хотя ладно чем черт не шутит что и и и и и и и Интересно. Интересно. Отлично. Может и не зря мы сюда рискнули полезть. Так. Канистру. Пускай она тут полежит. Конечно. Вот если вот это стадо вдруг при заходе сюда живет. Будет не сладко. И канистру доставать будет непросто. Но все же пока мы ее здесь оставим. Нам просто некуда ее отдевать. А таскать лишних 8 кило. Нет уж спасибо. Спасибо. Так. Ну что. Проверим. Улов. Проверим наши КПК. Может быть повезет нам. Так. Это что? Это не то. Следующий. Гришка. Одиночка. Черт. Тоже не повезло. Ну да ладно. Сохраняемся. Итак. Ну что. Рискнем. Рискнем здоровьем. Попробуем сигануть в эту тарзанку. Попробуем. Надеюсь. Вынесет нас куда-нибудь. Не к монстрам. Вот. Надеюсь. Так же. Что не сильно даст по шарам. Хотя конечно. Даст определенно по шарам. Поглядем. Показывает оно совершенно не то направление. Ну да ладно. Поехали. Неисповедимы. Пути. Мои. Да. То есть. Вместо того. Чтобы. Оказаться. Где-то. Возле. Д. Мы оказались. Совершенно. В другом месте. Вот. Но. Спрашивал я. Усяка. Оказывается. Теперь. Это. Вполне возможно. Что. Может закинуть. Помимо. Любой. Точки. На карте. Тарзан. Может закинуть. И. В соседние. Локации. Вот. Но. В данном случае. Понятно. Что. Оказались. Мы. В санатории. Вот. Хорошо. Это. Плохо. Даже. Не знаю. Что. Думать. Потому. Что. Как. Вам. Известно. Вход. В санаторий. Радиоактивный. Ух ты. Как. Интересно. И. Что. Делать. Еще. Аномаль. Тут. Литует. Ну. Дела. Аномаль. Литует. Пси. Ну. В общем. Интересный. Раскладец. Получается. Сейчас. Будем. Сколько. Аномалий. Что. Я. Не пойму. Ух. Пронесло. Вроде. Как. Ну. Полезем. Познакомимся. Раз. Сюда. Нас. Закинула. Нелегкая. Только. Не буду. Вас. Мучить. Приведу. Сейчас. Зрение. В порядок. Вот. У. Костратом. Погреюсь. Маленько. Потому. Что. С таким. Вот. Много. Мы. Не навоюем. С таким. Зрением. Да. Ладно. Пожалуй. Приведемся. Сейчас. Найдем. Источник. Шума. Тут. Надо. Вести себя. Довольно. Осторожно. Почему. Потому. Что. Вот. Эти. Вот. Бюреры. Они. Народ. Такой. Аномалии. Аномалии. То есть. Как бы. Он. Не сиганул. С перепугом. Аномалии. Мне. Это. Ни к чему. Поэтому. Мы. Потихонечку. Просто. Будем его. Вот. Такой. Вот. Звук. Это говорит о том. Что. Ну. Мы. Попали. Куда. Хотели. Смотри. Лопит. Ну. Торопиться. Мы. Не. Убегай. Какими то. Сапогами. Валенками. В меня. Кидает. Ну. Ладно. Меня. Мало. Трогает. Единственное. Надо. Наверное. Место. поменять. У меня. Совсем. Хлам. Каким то. Засыпал. Наверное. Ага. 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 Следы. Остаются. Но пока малоэффективно Вообще хороший знак, когда он за сердце схватится Это значит, что мы на полпути к победе Конечно, именно вот этот парень Он крепче остальных, чтобы вы не думали Что любого монстра так долго надо уговаривать Нет, обычные звери падают гораздо быстрее Но этот вот он особенный, скажем так Именно вот санаторский Таких всего несколько за всю игру И бодаться с ними, скажем так, непросто Вот, была бы снаряга, конечно, получше Можно было бы вообще в ножевую сходить с ним Но в этих лохмотьях и при текущей длине клинка Я просто не хочу заниматься глупостями Насколько крепкий Так, руку уже за сердце держится Значит Значит хорошо Главное нам не попадаться в его поле зрения Спокойненько Уже патронов, наверное, 15 извели на него Ну, не факт, что все прям в яблочко, да Видим, что иногда я и промахиваюсь Ну, я думаю, патронов еще с десяток придется на него отжалеть То есть он такой действительно крепкий малыш Затаился Затаился Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, попробуем Станцуем джигу, да Это было, конечно Это было близко Может и не стоило так делать Но, что-то я как-то накатила Сейчас займемся Займемся шмоном ящиков Да, 24 патрона И 10 в пистолете Еще в Макаровах Там сколько-то В общем-то, патронов не богато И нам предстоит Вот с помощью этих боеприпасов Да Пройти всю кишку Будет интересно Будет интересно Вот Не знаю Стоит ли показывать Как я тут буду ящики Колупать Ну, наверное, сниму Если что Потом уже Смонтирую В принципе Ничего тут такого Отлично Аптечка Бинт Все Уже Унывать Не будем Мимо Шли дальше Как раз Пока я тут Не спеша Все это ковыряю Безобразие Да Мы и подчинимся Пойдем-ка мы От воды подальше Вот Вообще Вот Что касается Переходов Да Вот С помощью Тарзанки Да Сюда мы прилетели Наверняка Точно так же Можно разведать Дорогу И на болото Вот А это уже Небольшое Подспорье На начальных Парах Дело в том Что Есть такой Пахом На болотах Крайне полезный Товарищ Особенно Если какие-то Предстоят Ночные Там Вылазки Операции Он Он может Подогнать Кошачий Глаз Пока Нет у нас Комбезов Ну таких Серьезных С хорошим Там Системой Ночного Видения Приборами Ночного Видения То в принципе Можно вот Использовать Кошачий Глаз Обалденная Вещь Того же Беса Защищать Ночью Просто Ценная Штука В разы Проще Становится Выполнять Задачу Вот Ну это так Просто мысли Вслух Конечно Выбить Вот такой Вот Маршрут Разведать Путь На болото Используя Вот такую Магию Тарзанок Это Непростая Довольно Задача И Я не знаю Сколько Это займет Реального Времени То есть Именно Мучить Тарзанку С загрузки Чтобы Она Выбросила Именно Туда Куда Куда Надо Сдается Мне Что Это Не Быстрое Дело Не Быстрое Дело Так Патрушки Семецкий Погиб Отлично Отлично Значит Нам Сегодня Повезет Так Эти Ящики Я Наверное Трогать Трогать Не Буду Не Буду Я Рисковать Шкурой Дело В том Что Вода Здесь Очень Такая Дико Фонящая Вот А мне Это Сейчас Ой Как Не Надо Поэтому Я Даже И Пытаться Не Буду Я Не Трус Как Говорится Да Но Я Боюсь Вот Прелесть Еще И в том Попробуем В кишке Навестить Охотников Попробуем Сменять Колбасу Вроде Как Время Еще Не Сильно Позднее Всего Это Семь Часов Ну Я Быстро Довольно Очиняю Я Думаю Что Этот Уровень Я До Восьми Проверю И Где То Уже В Пол Девятого Буду У Игната В Пол Девятого Буду У Игната А К Девяти Мы Уже Вернемся На Кордон Как То Так Я Себе Это Вижу Ну Посмотрим Насколько Вот Если Обратить Внимание Да Тут Патронов Восемь Десять Нам Хватило На то Чтобы Там На Кордоне Немножко Шороху Навести Да Вот Немножко Пошуметь В санатории Вот Ну Я думаю Что И на кишку Тоже Хватит Это Мы Конечно Проверим Посмотрим Но Я думаю Хватит Так Тут Пусто Эти Ящики Мы Трогать Не будем Не потому Что Там Ничего Нет Очень Даже Может Быть Что Там Что То Есть Но Я Просто Не Хочу Рисковать Вот Немножко Химии Нам Удалось Подрезать Целых Одну Аптечку Вот Поэтому Я Просто Напросто Не буду Искушать Судьбу Не полезу Очень Ядовитая Вода Здесь Очень То есть Буквально Там Секунды Доли секунды Постоять И уже Будешь Светиться Как Новогодняя Ёлка Так Здесь Все Здесь Все Пойдем Проверим Еще Что Там На Этаже Мы Оставили Не Будем Уже Переходить Во Вторую Залу Чисто Сейчас Он Немножко Прочухается Будет Попроще Будет Попроще Будет Быстрее Ходить Качать Меньше Будет Все Нормально Все Будет У нас Хорошо Так А тут Вроде И нету Ящиков Особо Но Все Тогда Чапаем В другой Зал Как-то Меня Смущает Вот Это Лаяние Собак Пока Попробуем Сэкономить Птичку Менежка Мешка Меха Сэкономить опять же в глазах ребят где-то тут бегают собаки можно конечно вот водки махануть для того чтобы снять этот эффект но я этого делать не буду вот здесь есть фонарь я постою тут немножко вот а потом мы продолжим так вот восстановил я здоровье пока восстанавливал тут собака прибежала в общем то ну что пора нам и честь знать вот химии у меня не осталось решил я восстановить немножко здоровье то есть так бы мы вот болтались до самого картона это дня два наверно уж но все про все поэтому не стал я заниматься ерундой вот по-хорошему сохранится бы ну да ладно так интересно ладно заберем вот эту химию и наверное сохранимся сходим с помощью автосейва вот а потом вернемся сюда и уже добьем ящики и все остальное так ну что соберем остатки роскоши все что осталось в ящиках и двинем уже сторону кордона через кишку так и все что не густо ну и все пожалуй то есть вот разжились санатория двумя гранатами гов-1 взяли немножко химии все посмотрим что у нас там в рюкзаке творится как-то так две аптечки патронов патронов нет совсем полная обойма 30 патронов но еще в макарычах там немножко патронов есть так что еще отбиваться сможем все уходим отсюда дроби немножко хорошо так оказались мы в кишке постараемся мы никуда не вляпаться двигаемся в сторону кордона предельно вежливо никого не задирая наша задача уже вечереет наша задача засветла добраться до дэна охотника по пути конечно зайдем к его коллегам навестим игната дело в том что как вы помните совсем плохо у нас дело с провизией обстоит попробуем пополнить наши съестные запасы благо немножко хвостов у нас имеется в наличии так пока там коты заняты тушканами попробуем их обогнуть давай давай дыши ну как лошадь ездовая мы ее загнали за день но еще чуть-чуть надо пробежать вместо относительной безопасности вот обратите кстати внимание под горой там да какое-то свечение такое непонятное видимо глюк так плоти прибежали ну пускай они там сами разберутся разберутся что у них там стряслось кабаны гуляют ну конечно тут зверушек обнаруживать непростая задача из этой травы окаянной но как говорится опытный охотник дичь видит издалека вот кстати от дичи да сейчас почему-то сделано так что дичь себя ведет хитрее коварнее не выдает себя там рыками писками и прочими вещами стараются подбежать тихо иногда можно услышать только в последние секунды там топот копыт лап там прочее и потом уже становится так поздновато что лимитация тишь да гладь вот но на все про все я думаю минут за 40-30 мы пройдем этот ответственный участок и все будет ровно уже вон и будка охотников видна немножко повиляем что никого не потревожить вот тут бы тарзаночку было вообще в масть локация большая но вот здесь почему-то тарзанок не очень-то много бывают наверное боюсь вот она врать точнее не боюсь но не хотелось бы на пустом месте вот но вот кордон свалка там да часто вот когда они примелькались тарзанки а тут не припомню не припомню так ну все с горем пополам добежали до игната здесь относительно спокойно сейчас переведем дух пообщаемся с дешними да так сохранимся попробуем тут поковыряться отлично 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 поговорим с игнатом давай друг времени мало колись вот кстати заговорили мы про дэновские да но как вы знаете я с ними еще и не контачил вот но это такая несущественная нестыковка так плоти глаз отдаем отдаем посмотрим что у нас тут запроша попробуем с ним поторговать значит вот сразу хочу сказать волей случая да так оказалось что у нас на руках есть блокнот художника вот красивые картинки там какие-то базовые вещи объясняются так вот все это да значит но как бы мне эта штука не очень нужна а именно мяснику вот видимо эта вещица любая поэтому ну как бы пусть и не мега деньги но отваливает он за нее и это хорошо так хвостов у него наберем хвостов хвостов интересно сколько не перебор перебор наберем бошек не вот так вот так будет в самый раз все что то долго мы тут задумались да так головы тушканов хвостов отлично хвостов решать вот за проход платить а хвосты слепы шеи ну я не хочу все в расход пускать позже будет понятно почему может быть уже понятно да есть там такой толик нужны ему эти хвосты а мне за этими хвостами по всей зоне бегать хвостов и как не хочется в общем впарили мы альбом да такая коллекционная штука вот но я все больше склоняюсь к мысли что именно в нычках даже платных должен быть ну по крайней мере видимость какая-то порядка дело все в том что ну как бы вот этих бумажек писулек разных там за время игры скапливается и потом ну просто в нычке там нужные вещи не найти то есть куча хлама так распугали мы своим грозным видом тушканов и пользуясь случаем наверное пробежим задержались мы у охотников непозволительно долго что там по времени елки зеленые как время летит да думал я быстрее окажусь на кордоне но это такой момент постоянно думаешь одно получается другое ну и ладно ну и ладно да конечно вот если говорить про этот альбом художника с одной стороны конечно жалко да потому что ну очевидно что мы больше не нигде нигде его и не встретим вот но так же очевидно что хочется очень кушать вот и надо принимать непростые для хомяка решения ну и кроме всего прочего вот жалко что этот мясник окаянный да плейбой не берет вот было бы очень в масть ну мало ли я не знаю там что он на этот счет думает ну извращенец или нет но было бы в тему хоть кому то понадобились бы эти плейбои потому что все чаще и чаще мы их встречаем да где то то там они лежат то там и какой то практической ценности они из себя не представляют то есть в принципе было бы наверное здорово если бы кому то можно было бы их сучить так видим да уже видать к 9 часам да вот начинает темнеть а мы все еще в кишке туда ее так сохранимся еще разок сильно тут трепаться ни с кем не будет о и дождь пошел да дождь пошел видимость плохая но ничего я думаю до кордона мы дойдем дойдем так 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 как погибли дождь и это дождь и м а и и и и и ну отдышись, отдышись чтобы не злить этим звуком ни вас, ни себя дадим ему передохнуть маленько и уже рысью бежать не будем чувствовал к тому же, ну ладно ну ладно, ладно Продолжение следует... 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 что смотреть в кино, в котором, ну, скажем так, квадрат Малевича, да, это не очень интересно. Хоть бы он сейчас не обрубился тут на полпути, вообще будет песня. Вот уже ходит, зевает, то есть день близится к своему завершению, ну, и серия, собственно, тоже уже близка. Проверим вот этот ящик. Дробь лишней не бывает. Вот, в принципе, если вот энергетика схрумкать, можно добежать. Еще один такой момент, вот, энергетика, когда его пользуешься, энергетиком, немножко такое, как просветление, да, экран чуть ярче становится, то есть становится лучше видно на некоторое время, пусть и непродолжительное, но тоже такой вот способ легальный подсмотреть ночью за зверушками, там, ну, за кем хотите, впрочем-то. Ну, давай, браток, ты уже, я понимаю, что я тебя много хочу, что ты устал, ну, надо бы, надо бы дочапать. Чуть-чуть тебе совсем осталось. Скоро уже баеньки, все будет классно. Вот, дойдем, уже, как бы, я там никого расспрашивать в деревне не буду, это уже отложим на следующую серию. Это и так получилась такая довольно большая, вот, насыщенный день. посмотрим, как там будет получаться по размерам файла, да, вот, если, если размеры не будут слишком уж большие после обработки, то, может быть, я возьму за правило именно писать не какими-то там кусочками, да, а именно день в зоне, там, день первый, день второй, ну, пока это я еще только, как бы, раздумываю о том, как, как тут лучше поступить. то есть, еще я не определился. Уже нарезано, вот, в сердцах лежит порядка 400, ну, не 400, где-то 300, 350 гигабайт получился файл фрапса. Это большой файл, то есть, я еще буду прикидывать так, примерно, что там вот после обжатия получится. Зачем я вам это рассказываю, сам не знаю. Ну, так, мысли вслух, чтобы занять чем-то мозг, пока придем к этой вот деревне несчастной. вроде как и перегруз не такой уж существенный. Сколько там? всего-то полкило перевес, а он пыхтит, как трактор. Ну, ладно, что поделать. Вот так вот тарзанка, да, кинула нас не к деревеньке и получился такой вот крюк. Да. Проверим ящик. перед сохранением. Может быть и куртку уже умыкнули там? Нет, ты смотри. Еще и патронов подкинули. Прекрасно, прекрасно. Сохраняемся.